Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». И сегодня мы будем читать третью главу этой книги. Она начинается словами. И обратились мы оттуда, и шли к Вассану, и выступил против нас на войну Ог, царь Вассанский, со всем народом своим при Эдреи. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я дам в руку Твою его и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Амарейским, который жил в Есифоне. И предал Господь Бог ваш в руки ваши и Ога, царя Вассанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не оставалось у него в живых. На самом деле, когда речь идет о военных каких-то действиях, то речь идет о поражении не всего народа, а всего народа, который участвовал в конфликте, нападая на народ Божий. Только в тех немногих случаях, где обговаривается, что все были истреблены, и говорится, что и дети, и женщины, тогда эту мысль можно допустить, но здесь основания для этого нет. «И взяли мы в то время все города его, не было города, которого мы не взяли бы у них, а 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Вассанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов, не укрепленных, весьма многих». Мы с вами помним, что народы Ханаана, которые противостоят евреям, и окрестные народы, они символизируют собою семь смертных грехов и другие грехи и преступления. То есть, когда мы идем в землю обетованную, а земля обетованная – это царствие Божие, которое должно быть внутри нас самих, как Христос говорит, царствие Божие внутрь вас есть, мы должны в себе самих преодолевать те или иные страсти. Поэтому Ог, Вассанский, другие разные персонажи, о войне с которыми говорится – это грехи. В каждом из нас сидит какой-нибудь Ог, Вассанский, какой-нибудь правитель, Арнона, какой-нибудь царь Амарейский. Все это присутствует в наших сердцах. Как Христос говорит, из сердца исходит блуд, кража, убийство и так далее. И мы должны освободить наши сердца, как некую землю обетованную, для того, чтобы Христу верою вселиться в сердца наши. Мы прочитали, все эти города укреплены были высокими стенами, не так легко одолеть собственную страсть, что в данном контексте означает высокие стены. Эти страсти давно уже поселились в нашей душе. Они как бы выстроили вот эти высокие стены. Воротами, запорами. Кроме городов неукрепленных, весьма многих. Неукрепленные города – это страсти, ну, скажем так, легкие искушения, которые легче и преодолевать. «И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Эссифонским, предав заклятию, всякий город с мужчинами, женщинами и детьми». Вот здесь, как раз, есть уточнение, что любую страсть, что значит мужчина, женщина и дети в таком контексте. Мужчина – это умственное заблуждение от разума. Женщина – это чувственное заблуждение, которое в нашем сердце. А дети – это те помыслы, которые недавно возникли в нашем сознании или в нашем сердце, но они еще не реализовались в какие-то поступки. «Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу». Ну, помните, молитва есть такая, как «Прежде служили сатане и льстивому, наипаче послужим тебе, Господи». Человек может иногда так использовать опыт прежней греховной жизни, что человек его трансформирует во что-то положительное. И взяли мы в то время из руки двух царей амарейских, землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до гори Эрмона, а седоняне Эрмон называют Сирионом, а Амареи называют его Сениром. «Все города на равнине, весь Галаат и весь Вассан до Салхи и Идреи, города царства Ога Вассанского. Ибо только Ога, царь Вассанский, оставался из рафаимов, то есть из великанов». То есть это какая-то великая страсть. «Вот одр его, то есть кровать его, одр железный, и теперь в раве у сынов Омоновых длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя, локтей мужских». То есть это был очень рослый человек. «Землю сию взяли мы в то время, начиная от Руира, который у потока Арнона, и половину горы Галаада, с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову, а остаток Галаада и весь Вассан, царство Ога, отдал я половине колена Манасина, всю область Оргов со всем Вассаном. Она называется землей рафаимов, то есть землей великанов». А дальше перечисляется, какие земли отдавались к какому колену. И под конец Господь говорит Моисею о том, что персонально вот он не войдет в землю обитованную. И Моисей сам свидетельствует об этом. 26 стих и ниже. «Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь, полно тебе впредь не говори мне более об этом». Моисей, конечно же, хотел войти в землю обитованную. «Взойди на вершину Фаски и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Эрдонсей». А с высоты вот этой вершины Фаски Господь дал ему увидеть всю эту землю. «И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы всю землю, на которую ты посмотришь». То есть чудесным образом Моисей увидел всю эту землю. Хотя с этой горы, понятно, она целиком не обозревается. «И остановились мы на долине напротив Беффегора». Так оканчивается третья глава. Итак, на что мы здесь можем обратить внимание? «Моисей не входит в землю обетованную, но он созерцает ее». Как и мы, отчами веры, созерцаем Царство Небесное, хотя здесь, на земле, не распознаем его существование среди нас. Собственно говоря, вера есть что? В Библии сказано, в послании к евреям. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А с другой стороны, смотрите, вот это обстоятельство. Моисей перед смертью должен взойти на гору. Аарон, кстати, тоже перед смертью должен взойти на гору. То есть пожилой возраст, годы, месяца, дни перед смертью мы должны все делать для того, чтобы возвыситься. И каждый бы поднялся на свою духовную гору для того, чтобы в состоянии благости, духовного роста покинуть этот мир. И все это очень важно помнить. Спасибо вас, Господь! Продолжение следует...